Сегодня наше утро начинается в 6.30 утра. Мы собираемся и выезжаем из прекрасного маленького городка Херманус. Вот жили в таком отеле. Это домик, у нас там была комната. Вот за моей спиной такие пейзажи. Мы едем на одно из главных событий этой поездки. Мы с Лешей едем погружаться в клетки с большими белыми акулами. Ну, вообще погружайтесь с большими белыми акулами в нескольких местах в мире. В Австралии, в Мексике и в Южной Африке. В Австралии это стоит порядка 300-400 долларов за погружение. Здесь в Южной Африке порядка 90 долларов за такое сафари. Сейчас посмотрим. Я никогда раньше не погружался. Ты тоже? Нет. Сейчас посмотрим, вам покажем. Субтитры подогнал «Симон» Вот и закончилась наша поездка к акулам. К сожалению, сегодня не получилось никого увидеть. Но, сами должны понимать, это дикие животные. Это не зоопарк, не океанариум. Как и в прошлый раз на Аляске. 4 часа обливания. Кормежка при кормлевании акул. Прошли впустую. 90 баксов акулам под хвост. И мой осипший голос. Потому что очень тяжело обливать, когда у тебя пустой желудок. А пустой он становится после первого раза. А остальные 3 часа у тебя очень тяжело даются. Видимо, не судьба. Попробуем в другой раз в другом месте. Еще одно утро. Еще один день в поисках акул. Мы, значит, уже, сколько, 3 или 4 дня пробуем их найти. Четвертый точно будет. Еще один будет. Да, четвертый день. Сейчас, значит, мы все это время были вокруг Кейптауна. Городок Херманус, Гансбай. Ходили в океан. И в то же самое время спрашивали в агентствах. Акулы ушли. Акул нету. Акул нету. Значит, мы пойдем к акулам. Мы примерно прикинули, что и как. И решили ехать в Дурбен. Это полторы тысячи, даже чуть больше, от Кейптауна. Но чего не сделаешь ради того, чтобы найти акул. И вот сейчас мы едем к ним. Короче, ночка выдалась очень долго. Ехали сюда фиг знает сколько часов. Часов, наверное, 20. Нифига, ничего не работает. Отели все закрыты. Полтора отеля на город. Почему? Фиг знает почему. Даже сетевые отели, они просто тупо закрыты. На клюшку мы там пробовали, стучались. Сейчас вот здесь возле полицейского участка. За ночью в машине, скорее всего. И завтра утром уже пойдем в контору, где мы купили этот тур. Но на самом деле, как за ночью в машине спать, осталось буквально часа два. Так что так, подремлем немножко. Ну, в принципе, два часа не страшно. Друзья, финальный день. Мы должны сегодня, должно все решиться о том, увидим мы акул или нет. Но перед тем, как мы пойдем к самим акулам, я расскажу, где мы ночевали. Почему мы тут ночевали. Значит, мы находимся в полицейском участке. Приехали в городок маленький. Приехали ночью, все закрыто. Все закрыто, ничего не работает. Мы начали спрашивать у полицейских, есть ли тут место, где можно переночевать. Нам осталось спать буквально три часа. Сейчас время 6.30. И они сказали, типа, пойдем к нам спать. Мы сказали, пойдем. И мы заселились в общагу. Это полицейский участок. На территории полицейского участка находится общага. Вот наша комната. Леш, ну как тебе? Понравилось? Ну что, главное... Давно вообще гнижал? Ну что, общага. Полицейский. Полицейский, наверное. Вот такая... Давненько не приходилось. Номерок. Три на четыре. Размером. Такими грязными этими стенами. Как будто кого-то били головой подоконник. А, это патио. А, это патио. А, это патио. Выход на балкон. Где полицейские устраивают пикники. Мы жили в полицейской общаге не просто так. Мы жили за деньги тут. Заплатили 250 рандов. Это примерно 19 долларов. Немного торганулись. И жили, в общем, за 19 долларов. Сейчас выезжаем и едем в Акулам. И сегодня решится, увидим мы, наконец-то, Акул или нет. Так, сейчас мы переодеваемся. Вот наши костюмчики готовы. Костюмчики здесь поновее, чем были на прошлой лодке. На прошлой лодке были все покусанные и изодранные. А здесь вроде пока целые. Переоделись, мы в ожидании. Но и главная интрига... Да, главная интрига сегодняшнего дня, это... Увидим ли мы Акул или нет? Да, Леша уверен. Потому что не зря мы проехали полторы тысячи километров. Потеряли столько дней. Да, столько дней. Ждали их, они так и не пришли в Кейптаун. Будем надеяться, пришли в Дурбан. Но в Кейптауне мы ждали больших белых Акул. Здесь мы охотимся просто за любыми Акулами. Но фишка этого места в том, что в Кейптауне ты ныряешь в клетки. Ну, потому что там большие белые Акулы. А здесь ты можешь плавать без клетки. Прямо с Акулами. Здесь водятся тигровые Акулы, черноперые Акулы, Даски. И еще несколько видов называл, я, честно говоря, забыл. Бычья. Бычья Акула, да. Вот, то есть... Как повезет, может быть, увидим, может быть, нет. Да, посмотрим. Вот наш Зодиак. Сейчас грузимся и отходим. Что впечатляет больше всего? То, что у них есть прикормленное место, где собираются Акулы чаще всего. Вон там купаются люди. А всего лишь в каких-то 500 метрах отсюда уже Акулы плавают. Так что смотрите, когда рядом с вами есть дайверы, возможно, они будут плавать с Акулами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 1, 2, 3, go! 2, 3, go! Перед тем, как погружаться к Акулам, нам провели инструктаж о том, что делать можно, что делать нельзя. Когда плаваешь, важно прятать кисти рук под мышки, потому что Акулы очень любопытные и могут попробовать, что это такое непонятное вокруг них. Потому что проплывают они к тебе очень близко. Я видел, как одна Акула ударила девочку хвостом по лицу. Акулы несколько раз трогали меня плавниками. Самая большая Акула, которая была где-то примерно 2,5-3 метра. Это были черноперые Акулы. В принципе, они не опасны для человека, но чисто из любопытства укусить могут. Припарковались, лодка вышла на берег. И все, мы закончили. На этот раз успешно. Ну что, мы как настоящие любители рыб. Акула это рыба? Рыба? Рыба. А, дельфин? Нет. Дельфин не рыба. Все, мы приехали в океанариум. Сейчас это не просто океанариум, где рыбки плавают. Это океанариум, где мы можем догнаться и понырять с большой белой Акулой еще в клетке. То, чего у нас не получилось сделать за последние 5 дней. И то, как мы сильно этого прям хотели, но не смогли. В общем, сейчас идем. Пока тут на входе стоит вот такая челюсть. Вот. Здесь все фотографируются. Пойду зубик выдеру на память себе тоже. Из этой челюсти. Значит, вот Леша. Пошел смотреть на больших рыб. Ему дают инструктаж. Вот клетка. Клетка стеклянная. С вами будет все хорошо видно. Жалко, что здесь нет большой белой, потому что мы ехали ради нее только. Но, тем не менее, Леша решил попробовать все равно. Он большой любитель рыб. Субтитры создавал DimaTorzok Одна из достопримечательностей Дурбана – это 6,5-километровый пляж, который называется Золотая миля. Вот мы сейчас находимся в самом центре города. Вот этот пляж. Полон людей. Он реально очень долгий, очень большой. Вот все на протяжении города идет пляж. Вот там даже есть какой-то стадион, видимо, который был построен к Чемпионату мира по футболу. Вот вдоль всего пляжа идет прогулочная зона пешеходная. Долго-долго тянется. Вот здесь, существенно, на обороне водить. Бассейн есть. Здесь там развятся. С отдельным кусочком. Вот ездит какая-то патрульная машина, смотрит за порядком. Вот люди просто гуляют. Вот здесь центр города Дурбана. Небоскребы, высотки, все как полагается. Сегодня мы в Дурбане, Южная Африка. Фишка этого города в том, что находясь всего лишь где-то в полутора тысячах километрах на восток от Кейптауна, он категорически отличается от Кейптауна. В Кейптауне, когда мы ныряли с окулами, вода была плюс 5. Здесь мы ныряли с окулами, вода в открытом океане была примерно плюс 23. Погода в Кейптауне вечером опускается до 10 градусов тепла. Часто идет дождь, потому что сейчас осень. В Дурбане прямо сейчас в 5 вечера погода плюс 27. Дожди гораздо реже. В Дурбане уже Индийский океан с его теплым течением и более тропический климат. Полно зелени, полно всяких животных разных. Уже в этом регионе находится самый крупнейший в Южной Африке национальный парк Крюгер, куда мы поедем завтра. Южная Африка продолжает удивлять своими контрастами, своим резким изменением всего, что происходит в ней. Слушайте, по радио сообщают, что в море акулы подошли близко к пляжу, чтобы всем выйти из воды. И вывезти детей, отойти и никому не заходить в воду. Рядом замечены большие белые акулы с пляжем. Вот так вот. Вот и закончилась наша эпопея с акулами. Едем мы сейчас в славную страну Свазиленд. Она чуть-чуть, вот если лесота была вот такой стороной, то Свазиленд вот такая вот страна. Сейчас мы едем в Свазиленд. Свазиленд не нужны визы, туда мы просто едем, пообедаем там и выедем. В принципе, там смотреть особо нечего. Сторона галочка. И после этого мы едем в Крюгер, национальный парк. Субтитры подогнал «Симон»